Зачем мы здесь сегодня собрались и что мы хотим вам сказать? Сейчас самый разгар предвыборной кампании. Все обсуждают Ксению Собчак, обсуждают Владимира Путина, обсуждают Владимира Вольфовича Жириновского и так далее и тому подобное. Но мы сегодня, как ни странно, хотим отвлечь ваше внимание от темы выборов. Потому что для нас очевидно, я думаю, что для вас тоже, что вопрос о власти и вопрос о каких-то изменениях в стране у нас вот этими выборами, что президентскими, что думскими, не решается. Все это на самом деле такое политическое и электоральное шоу. Вас всех приглашают поучаствовать в нем. И, по сути, формируют ложную повестку дня, отвлекают ваше внимание от действительно насущных вопросов. Мы готовы обсуждать выборы, мы готовы обсуждать Олимпиаду, Чемпионат мира, по футболу и так далее. Но мы почему-то сейчас не обсуждаем, разве что, кроме на кухне, самый главный ключевой вопрос в России, который стоит и очень остро стоит. Это вопрос о колоссальном, чудовищном, имущественном неравенстве. Вопрос о распределении национального благосостояния. В какие карманы, в какие офшоры и куда уходит все то, что добыто из метр нашей с вами любимой страны. К сожалению, в результате приватизации 90-х годов все наше с вами национальное богатство, то, чем действительно богатые недры России, уходит, что называется, мимо кассы. Он неравномерно распределяется по всем гражданам нашей страны, как это было в Советском Союзе. Вы можете его любить, вы можете его не любить, вы можете говорить «совод», «проклятый совод» и так далее, толкодобно, но там было равенство. Там мы не испытывали такого чудовищного расслоения, которое мы имеем сейчас. Даже не расслоение между бедными и богатыми, а расслоение между нами с вами, вот нормальными людьми, я не знаю, как это назвать, там, средний класс, низшая прослойка, средняя, высшая и так далее, и между сверхбогатыми, между теми людьми, которые способны на раз-два приобрести себе остров в Средиземном море или еще в каком-нибудь теплом море, которые покупают себе яхты, бюджет, содержание и приобретение, который равен бюджету города Псков, а может и Псковской области. Мы говорим об этом, мы говорим о вопиющем расслоении, которое было порождено вот этим большим хапком 90-х годов, когда все мы с вами оказались не у дел. Именно на это нам и стоит с вами обратить внимание, а не на то, выдвигается ли Собчак, не выдвигается, вот Гордон снялась с выборов, ох-ох-ох, не набрала подписи, а Путин набрал в три раза больше подписей, но кто бы сомневался, боже мой. О чем мы с вами говорим? Мы говорим с вами о каких-то политических шумах, мы говорим с вами все время о повестке дня, о ложной повестке дня, которую нам формирует наша с вами власть и кормящиеся при ней олигархи. Это на всю страну абсолютно ничтожное количество семей, количество кланов, да, которые просто снимают все сливки с порта нашего национального благосостояния. Именно об этом мы сегодня и будем говорить. Первое слово на сегодняшнем митинге представляется членом федерального исполкового партии «Другая Россия», руководителем петербургского отделения нашей партии Андрея Дмитриевна. Привет, вольный город Псков! Сегодня вы присутствуете здесь при историческом событии. Впервые в Пскове, в древнем русском городе, проходит акция в рамках движения «Отобрать и поделить» за пересмотр итогов приватизации. Это еще и первая объединенная акция северо-запада. Здесь присутствуют наши товарищи из Пскова, здесь присутствуют ребята из Великого Новгорода, из Петербурга, мы из партии «Другая Россия». И поэтому предлагаю сейчас поскандировать название некоторых городов и регионов. Я кричу город или регион, вы без олигархов. Псков! Без олигархов! Новгород! Без олигархов! Питер! Без олигархов! Сибирь! Без олигархов! Владивосток! Без олигархов! Крым! Без олигархов! Донбасс! Без олигархов! Кузбасс! Без олигархов! Москва! Без олигархов! Россия! Без олигархов! «Отобрать и поделить!» В 90-е годы была попилена эта собственность, и дальше вот они продолжают наживаться на этом, наживаться на наших нефти, газе, угле, электричестве. Мы говорим о том, что безо всяких условий должны быть национализированы нефть, газ, стратегические предприятия, а товарищам из списка Форс выдать по 100 долларов, посадить на олигархический пароход и отправить на запад. Пускай там устраиваются, а изъятые у них деньги, мы пустим на демографию, мы пустим на Крым и Донбасс, мы пустим на строительство высокороскоростных железных дорог и новых предприятий, на новую индустриализацию. И мы говорим, даешь олигархический пароход! Нас часто спрашивают, а как вы, ребята, все это сделаете? Неужели же они отдадут просто так всю эту собственность? Все то, что они наворовали и к чему присосались за эти годы? Конечно, не отдадут! Мы помним, как большевики забирали у тогдашних капиталистов, у тогдашних властителей жизни, у тогдашнего правящего класса собственности, передавали ее народу. Насколько это был тяжелый и трудный процесс. Просто так они ничего не отдадут, это понятно. Именно поэтому нам не нужно уплывать на какие-то выборы, на какие-то пюллетени. У кого-то есть сомнения, что ли, кто будет президентом? Это и так прекрасно понятно. Нам нужно широкое, низовое общественное движение за пересмотром токов приватизации. Оно должно охватить всю Россию. Голос его должен звучать грозно. Не как вот студентиков и подростков на митингах Навального. Не как других там людей, которые дежурно отбывают номер, например, КПРМ, которая давно уже за власть не борется на самом деле, а комфорты существуют внутри нее. Это должно быть новое, мощное народное движение. Как было в начале века, во времена первой русской революции с советами. Как было во времена Ганди в Индии, когда за бойкот английских товаров и англичан вышла вся страна, и англичане были вынуждены убраться оттуда. И, в конце концов, так бывало и совсем недавно в России. Может быть, вот пожилые люди там, кто еще тут, помнят монетизацию льгот. Когда в 2004 году в конце попытались отобрать льготы у пенсионеров, инвалидов, не знаю, как в Скове, а в Питере были большие народные волнения. Люди уходили, перекрывали Невский проспект три дня. И власти испугались, были вынуждены пойти на уступки. Они вернули льготы, частично дали какие-то компенсации денежные, а ненавистного народа министра Зурабова убрали в отставку. Это сделал вот этот самый президент Путин, увидев такую вот ситуацию с поражением народного гнева. И если нам удастся это движение снизу поднять, то я уверен, что в ближайшие годы оно достигнет успеха, и мы либо заставим сверху произвести этот самый передел собственности, либо власть просто будет сметена. Потому что в нынешней ситуации так долго продолжаться не может. Когда Россия находится под давлением Запада, под санкциями, еще терпеть олигархический класс, который из нее сосет суки, это нереально и это невозможно. Почему мы говорим, даешь передел собственности? Даешь передел собственности? Нам нужна другая Россия! Нам нужна другая Россия! Ленин смог! Сможем и мы! Ленин смог! Сможем и мы! Ленин смог! Сможем и мы! Спасибо! Я надеюсь, что в городе Пскове после сегодняшней нашей акции получит новую жизнь, новый импульс и другая Россия, и движение за пересмотр итогов приватизации, и Псков присоединится к другим российским регионам настоятельно требующих перемен. Здравствуйте, дорогие товарищи! Я очень рад, что сегодня в городе Пскове проходит такое мероприятие, потому что на самом деле от Пскови было давно ничего не слышно, но стоит только радоваться, что здесь началось какое-то движение, и движение в правильную сторону. Мы должны четко понимать, что сегодня в России транспируются в медиа сфере два основных политических влаги. Это Кремль и якобы предистоящее ему либералы. Все обсуждают вопросы власти, вопросы выборов, кто в них будет участвовать, кто не будет. Идут словесные баталии между Навальным, Собчаком и прочими, скажем так, господами. Но в России надо четко понимать, что все эти люди, это дети 91-го года, сроки не вели бы они в свою баталию, они никогда не покусятся на основу экономических ситуаций, существующих современной России. Они никогда не покусятся на капитализм, на олигархов. Даже если это либералы будут классные, все остается по-прежнему, потому что им не надо менять саму суть существующей российской системы. Мы должны понимать, что Россия это огромная страна и есть сокровенно много ресурсов, но, несмотря на то, что это одна из самых богатых стран мира, люди живут зачастую в ней, нечтевывают жизнь, и постоянно падает и падает. Но сегодня, несмотря на то, что партия имеет в основном сейчас левую углу, чтобы она добавить в пари, хотелось бы напомнить и о вопросе русской нации, и о вопросе российской государственности, и что вопрос собственности со страны, вопрос социальной справедливости, он также непосредственно связан с национальным вопросом, что без социальной справедливости у нас не будет условий для развития русской нации, для развития всех прочих наций, входящий в Российскую Федерацию. И как Кремль, и как либералы, которые хотят всего лишь сменить в Сибирь Крем, сменить те, кто с рисками на себе себя, они не будут делать ничего хорошего для русского народа и для прочих народов Российской Федерации. Поэтому я хочу наповедать тоже, который здесь знают все. Наша Родина! СОЦИАЛИЗМ! Наша Родина! СОЦИАЛИЗМ! Наша Родина! СОЦИАЛИЗМ! Наша Родина! СОЦИАЛИЗМ! И то, что сбили в первом году олигархи за счет того, на чем делался олигархический капитализм, это все создавали наши с вами отцы и деды. Это представители русского и прочих коренных народов России. Они делали все это для светлого будущего, для того, чтобы их потомки совершили какие-то великие вещи, полетели в космос, воль и луну и так далее. Но мы видим, что сегодня это попадает в пилах, в обшорах и прочих позорных вещах. Поэтому хочется сказать ВЕРНЁТ СВОЁ ПО ПРАВУ! 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 Снотром итогов приватизации, у нас не будет свободных выборов в том числе! Сейчас по всему городу разведчаны плакаты, там, – 18 марта а голосуй, – голосуй за одного, – голосуй за другого! Но всё это на самом деле «пас». Счего? Потому что до тех пор, пока в стране антикортический строй, как Митал срачен с властью, эти выборы – они пересмотра и новой приватизации мы просто выбираем себе нового эксплуататора. Выбираем из тех, кого нам навязывает по сути одна и даже олигархия. Если вы уколите в заре демократии, была такая вещь, как брать лицензу. Соответственно, когда до выборов допускались, допустим, слишком бедные или там разные социальные сословия имели разный вес голоса. Сейчас-то вроде как пиели, вроде как у нас всеобщие разные выборы, но по факту тот же самый имущественный центр все равно присутствует. Подумайте сами, банально просто проходят выборы хоть президента, хоть депутата любого уровня, это все равно деньги. Это на самом деле огромные деньги. Он, кто-то самый депутат законодательного собрания, у него, его избирательная компания начинается от 50 тысяч долларов. Президентская компания, это тоже какие-то огромные деньги. И кто будет спонсировать? И кто будет спонсировать эти компании? Конечно, будет спонсировать олигархия, будет спонсировать крупный бизнес, который потом будет влиять на решение того, кого выбрали избиратели, кого они, по сути, кого крупный бизнес проплатил. И чей это будет кандидат? Это будет ваш кандидат или это будет кандидат крупного бизнеса? Наверное, все-таки крупного бизнеса. И после этого, после того, как олигархи захватывают власть в стране, мы видим, что они начинают уже для укрепления своей власти вводить новые репрессивные порядки, вводить возможные ограничения на выборы. Но вы сами знаете, все вот эти вот репрессивные законы, что кандидат должен забрать 100 тысяч подписей в ограниченное время, что просто нереально. Вы знаете, что вот эта вот репрессивная машина, она простирается и дальше, она простирается на всю политическую систему, она простирается на систему политических партий. Сделано все для того, чтобы независимые политические партии, они не могли бы появиться. В этих партиях не могли бы вырасти независимые кандидаты, которые отражали бы волю народа, а не волю олигархов, которые выставляют, собственно, своих ставленников на выборы. И поэтому для того, чтобы добиться свободных выборов, нужно изменить всю систему целиком. А эта система, она мало того, что такая вот олигархическая, несправедливая, она еще на самом деле и тихо-ритроградная. Только посмотрите, вот эти вот все нормы, да, выборные, это же вообще 19 век, это нафталин. Они устарели на 200 лет. Посмотрите на тот же самый день тишины. Не, ну серьезно, день тишины век интернету, да. Это просто смешно. Или то же самое тайное голосование. Тайное голосование это тоже фарс, потому что, на самом деле, если власти надо, она заставляет бюджетников, она все равно загоняет. Они голосуют за всех, за кого нужно, с одной стороны. Но, с другой стороны, всегда можно спекулировать на том, что кто-то там подбросил в пользу кого-то какие-то голоса. И, в принципе, система, она требует такого глобального изменения, которого, конечно, невозможно добиться при олигархическом строе, который возможен только при настоящем народовластие. Спасибо. Мы сейчас забываем всегда, что вся вот эта банда олигархическая, которая у нас тусуется возле власти, и власть является гарантом ее благосостояния, да, всегда, когда она несет какие-то убытки, например, когда мы провернули великолепную операцию по воссоединению России с Крымом, да, и вот эти вот ребята из путинского окружения попали под санкции, что они-то своего не потеряют, что все убытки, которые они понесут с того или иного действия, которое мы вот действительно с вами признаем как что-то вот национальное какое-то свершение, все эти убытки будут восполнены за счет нашего с вами кармана. НАТО повышают налоги, НАТО повышает ЖКХ, и их, в свою очередь, освобождают от налогов, все помните, да, этот прекрасный законопроект, который был провернут. Так или иначе, весь вот этот вот пир идет за наш с вами счет. Что нас с вами ожидает в следующем году? Вот пройдут выборы, да, мы порукоплещем возвращению Владимира Владимировича в свой кабинет. Мы уже даже не о Владимире Владимировиче, собственно, говорим, мы говорим о тех, кто стоит за ним. Что произойдет? Произойдет, как минимум, вот сейчас, что я на слуху, повышение, там, налога на добавочную стоимость до 15%, и вот самый хит сезона, что нам предстоит, как в Белоруссии, да, это налог на самозанятость. То есть, если вы не работаете в какой-то бюджетной организации, если вы, там, модное слово, фрилансер, если вы сами ищете, как заработать себе денег, да, вы будете платить за сам факт своего существования. Это данность, это уже, так сказать, бытовуха, это не какие-то там фантастические россказни, да, это то, что обсуждается во всех кулуарах, во всех кабинетах, как бы на нас с вами навесить еще какой-нибудь ермот, чтобы бедные несчастные господа-олигарки, которые сейчас, видите, еще очередной санкционный список там в штатах опубликовали, они все смотрят своими щенячьими глазками на дядю Вову и спрашивают дядю Вову, как быть-то теперь, откуда ж мы, собственно, компенсируем-то все это дело, а дядя Вова, поскольку человек с ними так или иначе повязан, и будет вынужден думать о том, откуда все эти денежки взять, и взяты они будут с вами, так что мы здесь не о какой-то там революционной фантастики говорим, мы говорим о серьезных вещах, мы говорим о том, что происходит сейчас, и можно, конечно, не обращать на это внимание, а можно все-таки оказать этому какой-то отпор снизу. Вот, собственно, чему и посвящен наш сегодняшний митинг, чтобы как-то всколыхнуть город Псков, чтобы он присоединялся к нашему большому федеральному движению. Вот, вместе победим, вместе с силой. Следующее слово предоставляется Александру Кулакову, представитель партии «Другая Россия», Санкт-Петербург. Раз, раз, раз. Приветствую город Псков. Хочу поговорить о всех прелестях капитализма, которые у нас существуют. Начну с того, что у нас на слуху сейчас только выборы, да? Да, но выборы — это цирк, выборы — это фарс, это просто какой-то лохотрон. Основной вопрос — это вопрос собственности. Вот. И то, что сейчас происходит, чьих сейчас в руках находится собственность, я не говорю о ваших квартирах и машинах. Это как бы, ну, на этом особо не заработаешь. То есть я говорю о земле в целом, о сотнях и тысячах гектаров, я говорю о заводах и так далее. То есть тот строй, который сейчас существует, где маленькая кучка лиц правит всем остальным населением, то этот строй называется капитализм. Так я вот хочу поговорить про логику капитализма. А логика капитализма такова. Давайте обратимся к статистике. В Москве и Московской области проживает 20 миллионов. Это официальная статистика, как правило, она занижена. В Питере и Ленинградской области 10 миллионов. В Казани и Татарстане 5 миллионов. Итого даже по официальной статистике 35. Но если брать неофициально, то, наверное, нужно умножить на полтора. Так вот, даже 35 миллионов, это четверть страны проживает в этих трех городах, в этих трех крупных агломерациях. Это, это логика капитализма. И до вашего Пскова, и до Твери, и до Костромы капитализму нет дела. Да хоть вы все умрите, хоть этот город пусть исчезнет. Это логика капитализма. Капитал стремится в большие города, понимаете? Вот почему, например, это должно касаться Пскова, моей родной Твери и других городов. Потому что капитализм хочет стереть эти города с лица земли. Вы все видите, как люди уезжают в большие города. И неужели вы не понимаете, к чему это все ведет? Еще логика капитализма такова, чтобы максимально обдирать своих граждан. Чтобы кучка избранных могла покупать яхты или целые острова. А вы должны вкалывать, простые граждане должны вкалывать ради вот этой вот кучки. Мы думаем, что, значит, есть базис экономика, а есть другие вопросы. Например, национальные интересы и свободы. Обратимся к национальным интересам. Вы знаете, вот почему мы дружим с Турцией? Потому что они прям такие наши друзья. Они не убивали наших летчиков. Никто из турок не убивал наших послов. Да нет, просто это выгодно капиталу. Мы отставим не национальные интересы, а мы отставим интересы транснациональной корпорации «Газпром» и «Ростнефть». А про наши национальные интересы можно забыть. Теперь обратимся к либеральным ценностям, к свободе. Есть такой пригород в Санкт-Петербурге, Мурино. И вы знаете, там нельзя провести митинг. А знаете почему? Потому что вся земля частная, и там нельзя проводить митинг. Вот такая логика капитализма. То есть все зависит от того, кто владеет собственностью, от базиса. И национальные интересы, и либеральные свободы. И как вам здесь хорошо или плохо живется, все зависит от базиса. То есть от той системы, от капитализма. И если вы за то, чтобы это сохранялось, за вот этот капитализм, за эту систему, за капитализм, то тогда можете попрощаться с хорошей жизнью. Потому что логика-то такова, что вот кучка избранных, кучка олигархов будет высасывать из вас все соки, заставлять еще больше работать, еще больше залезать в ваш карман, еще больше оббирать с вас вашу зарплату через налоги и прочие какие-то вычеты. Хотелось бы проскандировать один старый, очень отличный, на мой взгляд, лозунг. Капитализм дерьмо! Капитализм дерьмо! Капитализм дерьмо! Капитализм дерьмо! Капитализм дерьмо! То есть, на мой взгляд, люди должны еще глубже... Я понимаю, что все чувствуют это на своей шкоре, но, мне кажется, люди должны глубже осознать вообще, в чем суть этой паразитической системы. В том, что при таком строе невозможно выжить. И когда люди до этого дойдут, они обратятся к левым организациям, они обратятся, в частности, к нам, к движению «Отобрать и поделить», которое ставит вопрос о собственности. Они придут к нам и спросят, а что делать? Действительно, как тут быть? И мы предложим им свой рецепт, но люди должны понять необходимость того, что нужно менять эту систему, менять этот капитализм на что-то более гуманное. Потому что капитализм – это античеловеческая система. И никакие выборы – это смешно. Все это понимают, выборы, выборы. Реально они ни на что не влияют. Главный вопрос, действительно, это вопрос о собственности. И вопрос вообще о системе капитализма. Вот. И хотелось бы в заключение проскандировать еще один хороший лозунг. Ре-во-лю-ция! 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 Для чего мы сейчас сплощаемся вместе? Наша главная задача – посмотрите вот кругом. Ходят люди, ходят прохожие, смотрят на нас. Они не понимают ради чего, для чего, кто мы здесь мы стоим. Нам нужно, нам нужно объяснять, говорить им, что здесь происходит, в том числе здесь, прямо сейчас. Главная наша задача – воспитывать классовое сознание. Потому что без классового сознания не придет понимания того, чего мы хотим сделать. Только вместе, только единая с площадной силой мы сможем к этому прийти. Только воспитав в людях через, наверное, не один год. Сейчас же идет оболванивание. Посмотрите, кругом идет оболванивание. Даже та партия, которая называет себя светочком коммунизма в этой стране, она выдвигает на выбор олигарха. Вы все прекрасно знаете, какой я партии, но я не буду давать ей пиар. Она выдвигает олигархов. Это абсолютный нонсенс, это обман классового сознания населения нашей Родины. Наша главная задача, в первую очередь, сплотиться вместе. Во вторую очередь, это воспитывать классовое сознание в головах и в сердцах нашего населения, нашей молодежи и нашего отечества. Ребята, я всецело присоединяюсь к лозунгу сегодняшнего мероприятия. И хочу, чтобы мы еще раз вместе с ним его проскандировали. Отобрать и поделить! Отобрать и поделить! Отобрать и поделить! Отобрать и поделить! Спасибо! Спасибо! Ну и будем завершать наши мероприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова